Малый и средний бизнес может претендовать на субсидии для возмещения части затрат по кредитам, полученным во время пандемии коронавируса. Такое постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. На эти цели выделено почти 2 миллиарда рублей. В 2020 году компании, приостановившие работу из-за ковидных ограничений, могли получить под низкий процент до 5 миллионов рублей и направить эти средства на возобновление деятельности и выплату зарплат сотрудникам. По данным правительства города, предоставленные займы позволили тогда сохранить около 14 тысяч рабочих мест. Сейчас город компенсирует бизнесу часть понесенных затрат. Дизайнерам и швейным производством Петербурга помогут льготными кредитами. Микрозаймы от 50 тысяч до 5 миллионов рублей можно будет получить на срок от 3 до 36 месяцев. Процентные ставки составят от 1 до 5 процентов годовых. Потратить средства можно на открытие собственных магазинов, покупку оборудования и текущие расходы. Для того, чтобы воспользоваться поддержкой фонда, необходимо собрать комплект документов. Фонда достаточно простой. Постарались максимально упростить перечень документов, уставные документы, финансовые документы и справки из банка об открытых расчетных счетах. Также необходимо заполнить форму бизнес-плана, анкеты, уже разработанные в средствах фонда и направить специалистам на рассмотрение. Ожидается, что такой льготный микрокредитный продукт станет катализатором открытия новых магазинов в Санкт-Петербурге. Еще один шаг к системе региональных мер поддержки отрасли – это создание условий петербургским дизайнерам для пошива коллекции одежды на швейных предприятиях города. Сообщается, что первые заказы уже в работе. Три новых предприятия с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей появятся в особо экономической зоне Санкт-Петербург. Это заводы по производству электроники, готовых лекарственных препаратов, автоматизированных и складских, и подъемно-транспортных систем. Будет организовано порядка 600 новых рабочих мест. Сегодня особая экономическая зона – это 70 компаний-резидентов, которые располагаются на двух площадках – в Стрельне и в Приморском районе. Вместе с федеральными органами власти город работает над тем, чтобы максимально в короткие сроки открыть третью и четвертую площадки. По словам Александра Беглова, на одном из заседаний Госсовета президент России Владимир Путин обращал внимание, что наряду с импортозамещением нам нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на суверенное развитие страны. И предприятия особой экономической зоны активно участвуют в решении этих задач. В Санкт-Петербурге сегодня открылась первая в России художественная выставка, посвященная финансовым рынкам. 15 работ об истории мировой финансовой системы, ее кризисах, первопроходцах, новаторах, экономических пузырях и природе их появления. Отмечается, что арт-проект должен привлечь внимание к проблеме легкомысленного подхода людей к инвестициям. Профессиональные финансисты, они общаются только таблицами, сухими цифрами. Но на самом деле за каждым графиком, особенно макрографиком, в макроэкономике, стоят судьбы реальных людей. И мне захотелось исследовать этот вопрос, посмотреть на это именно глазами более человеческого фактора. Выставка ориентирована не только на искусствоведов и любителей современного искусства, но и на профессиональных участников финансового рынка. А теперь о том, как бизнес поддерживает творчество. Группа «Самолет» стала генеральным партнером детского архитектурного лагеря. Он проходил с 26 по 30 августа. Милена Иконникова продолжит. Когда, как не в детстве, строить шалаши, учиться новому, играть и веселиться. Летний архитектурный лагерь как раз про это. Под руководством профессионалов начинающие роси и расстрели пять дней создавали свои произведения искусства. Согласно заданию, ими стали малые архитектурные формы. Шалаш, гнездо, этот стеллаж с книгами и световые шары. Первый день был посвящен тому, что накидывались идеи, какие малые архитектурные формы детям были бы интересны, какие они хотели бы реализовать. А далее эксперты адаптировали эти идеи и предложили концепцию четырех малых архитектурных форм. Теория и практика. А главное, все по-настоящему. С касками и в перчатках. Материал экологически чистый. Полимерные лоза, ивовые прутья. Строители 14 школьников. Не только из Петербурга, еще и из Москвы и Казани. Желающие прошли конкурсный отбор. Бесценный опыт получали бесплатно. Дочь ходит в архитектурную школу в Казани при университете строительном. И нам прислали ссылку на этот конкурс. Так как у нее увлечение, это всякие поделки, рисование и прочее. Так и решили приехать. Самое полезное, мне кажется, то, что нужно трудиться и не сдаваться. Не бросать дело на полпути. Проект реализовывался на базе библиотеки и арт-резиденции «Шкаф». А генеральным партнером выступила группа «Самолет». Это совсем не случайно. Компания создает не просто новые многоквартирные дома, но и удобные для жизни. С развитой социальной, инженерной, торговой, развлекательной инфраструктурой. Большое внимание мы уделяем качеству жизни и досугу на придомовой территории. Поэтому инициатива проведения архитектурного лагеря и создания юными жителями арт-объектов органично укладывается в наше видение современного двора. Подобные мероприятия способствуют тому, что мы развиваем и прорабатываем любовь детей к урбанистике. Теперь эти объекты займут свое место в одном из жилых комплексов группы. Их немало. Самолет с 2012 года на рынке. И уже ввел в эксплуатацию почти миллион квадратных метров жилья в Петербурге и Ленобласти. А планы на будущее еще более масштабные. Только в Ленобласти в ближайшие 10 лет компания планирует построить 2 миллиона квадратных метров жилья. И возвести школы и детские сады на 11 тысяч учащихся. Детский архитектурный летний лагерь организаторы планируют сделать ежегодным. Милена Иконикова, Игорь Бабчинский, Вадим Вагапов, телеканал «Санкт-Петербург». В конце выпуска традиционно о курсе валют на завтра июнь будет стоить 13 рублей 19 копеек, доллар 96 рублей 33 копейки, евро 104 рубля 94 копейки, казахстанский тенге всего 21 копейку. Коллеги, на этом у меня сегодня все. Передаю вам слово. Спасибо. С нами была Ольга Петрова. Огромное спасибо. А мы продолжаем.